Друзья мои, несказанно рад вас приветствовать у себя в гостях. И сегодня на ужин я буду готовить теплый картофельный салат. Очень простое, вкуснейшее блюдо. Особенно тогда, когда у вас есть селедочка. Вот я купил селедь, я ее уже почистил. Все от костей, от кожи. То есть зафилировал, скажем так. И вот как раз вот к этой теме, теплый картофельный салат, он как никогда лучше будет. Ребятушки, ну а если еще и добавить туда сальса с горчичкой. Ребята, вы просто не представляете, какая вкуснота. Дрожжаной хлебушек. И самое главное то, что основная, скажем так, тяжесть приготовления этого салата лежит на том, чтобы, посмотрите, отварить просто картошку. Любую. Размер, объем, качество не имеет значения. Любая картошка. Берем. Ну, я думаю, прямо ее мы не будем напополам резать. Потом уже в процессе приготовленный салат порежем. Зажигаем газ и ставим. Чуть-чуть подсолим. Чуть-чуть. Друзья, ну раз салат наш называется картофельный, то, значит, основной ингредиент у нас картошка. Все ее поставил вариться. Дай бог ей здоровье. Немного поцелил. И пусть она варится. Не надо думать, разварится она или нет. Разварится будет даже не хуже, чем в том, чтобы он не развалился. Сорт и качество любое. Но лучше так вот разваренный крахмальстый картофель. Теперь нам что нужно сделать? Нам нужно подготовить основную тему и чем она будет, вкус определять, что будет. Значит так, нам что нужно для этого? Черный перец горошком я взял, ребят. Чуть-чуть мне нужно будет кориандра. Это на любителя. Может быть, ваши любые приправы, но тоже как бы смысла нет, как бы это все перенасыщивать. Это не нужно. Дальше. Нам нужен уксус. В идеале должен быть винный уксус. Он менее острый, более сладкий такой. Но, если у вас есть рис, уксус или бальзамический у меня есть, это тоже подойдет. Нужно просто потом будет попробовать. Если что, чуть-чуть добавится к арку. Ну, и основной ингредиент тоже салата у нас будет репчатый лук. Лук, ребят, тоже берите, если есть возможность. Но не шалот. А есть такие салатные луки красные. Может быть, найдете где-то ялтинский такой сладкий лук. Но у меня тоже этого нет. Простой лук тоже подойдет. Не переживайте, подойдет. Чуть-чуть добавим сахарку и будет просто офигенно. Ну, для этого сейчас мы с вами, ребяточки, что будем делать? Нарезать лук и чуть-чуть его замариновывать. Чтобы он потерял уже свою остроту немного, напитался соками нашего уксуса, перчика. Напитался соком нашего кориандра и уже начинал мариноваться. Все, давайте приступаем. Нарезаем лук. Ребят, ну, изначально нам нужно взять салатную хорошую посудину, в которой все это будет готовиться. Мы из нее больше ничто, никуда выносить не будем. Вот у нас основное блюдо. И еще я вам скажу другое, что желательно этот салат съесть сразу. Потому что, ну, может быть, конечно, и есть люди, которые будут это есть в холодном виде. Но когда он горячий, с пылу с жару, поэтому он называется теплый, он наиболее вкусный и наиболее офигенно ощущается. Так, ну что, вот у нас лук. Мы берем этот лучок. Напоминаю, если у вас есть возможность купить салатный, красный или там какой лук, и надо его нам чем мельче, вот так вот, смотрите, видите, тем лучше порезать. И вот я его меленько-меленько, и сразу прям сюда, в тарелочку. Не надо никаких нам больше, скажем так, брать еще емкостей, посуду, пачкать, ничего нам этого больше не может. Все, вот таким вот тоненькими. Сколько лука, ребят, ну, это тоже, ну, любители, это количество, это объем картошки. Но много, я считаю, что не нужно, он будет немного подзабивать. Когда внук лука, это, ну, большую семью, скажем так, картошки. Вот сейчас я покажу вам, сколько у нас едоков в семье два. Я и моя жара, поэтому вот такое количество, смотрите, лука будет за глаза. Все, вот он у нас есть. Теперь чуть-чуть мы его подсолим, исключительно для того, чтобы он дал нам сок. Побыстрее, прям чуть-чуть. Все, отлично. Дальше, нам нужно с вами перец и кориандр немного смолоть. Сейчас я достану эту, как их звать, ступу, ребят, и мы это все чуть-чуть потолчем помолим. Ребят, ну, вот я подготовил ступочку. Чуть-чуть, ну, перчика. Не надо много, мы же на один раз. Ну, хотя, если он и останется, мы сейчас посмотрим, то ничего страшного. Калиандра надо еще поменьше. Эта специя активная. Вот, прям щепотчика для вкуса. Все, и смело мы это давайте все с вами размерим. Вот так вот. Без каких-то усилий, спокойно. Пока у нас картошечка там готовится, где-то нужно определенное время, чтобы заняло. Ну, вот так вот мы сейчас сделаем. Все, отлично, друзья мои. Ну, вот лук наш, наш лук. Теперь сюда мы давайте с вами добавим вкуснотища нашего бальзамики. Бальзамики сколько? Чайную ложечку я вот добавлю. И считать буду, что это вообще великолепно. Вот так это все. Вот так. И надо попробовать. Если разный уксус бальзамический есть, чтобы не было очень кисло. Если кисло, ну-ка. Ну-ка. Великолепно. Мне кажется, нужно чуть-чуть еще соли добавить. Будет хорошо. Прям чуть-чуть. Отлично, ребят. Вот прям соли. И оставляем. И пусть лук ждет своего часа. Да. Мы сейчас с вами вот этими нашими специями свежепомолтыми прям раз. Удобно. Блин, это все. Ничего страшного. Я не люблю мелкую помолку, как труха. Иначе купили тогда бы молотые просто специи. А вот когда они свежепомолтые, они, конечно, продают совершенно другой калинкор. Все, друзья. Забросили. И на данном этапе все это наша тема остается ожидать, когда сварится картофан. Все, друзья. Мы ждем. Ребят, ну вот она, картошечка только подоспела. И знаете что? Она должна быть очень-очень горячей. Не должна она лежать нисколько. Ну и мы сразу сейчас посмотрим, сколько нам добавить. Пока две мы добавим. И берем прям, знаете как, тут этой ложкой в хаотичном порядке ее разломаем вот так вот на более мелкие части. Вот. Ну тоже не пюре мы делаем, чтобы это было. И попробуем перемешать. Смотрите, видите, какая красотень получается у нас. Чуть... Ой, а запах прошел. Ребята, нужно еще. Одну, наверное, две мало, потому что нам на двоих. Давайте сейчас еще одну добавлю. Самая тут корюзла у нас какая-то есть. Подщатка непонятная. Вот так вот. Смотрите, делаем. Смотрите, ну вроде, да, так не презентабельно особо. Вот. Но на самом деле, ребята, это очень-очень вкусно. Не обязательно оливочек туда добавлять. Можно добавить, и кто-то любит такой вот семечек масла. И семечек из подсолнечки не такое нерафинированное. А это тоже холодного отжима оливковое масло. Мне кажется, вот салат тоже, посмотрите, уже как заиграл, заблестел, друзья мои. Ну просто биометический. Ну-ка запах. Ну и перчиком, кориандром, маслицем просто офигенно. Все. Лучок уже промариновался. Его нет такой уже остроты и силы. Ребят, ну вы сами понимаете, что этот салат, он не имеет никакого вкуса и никакой ценности, если его есть просто так. Просто так этот салат не естся. Он естся, друзья мои, посмотрите. берется селедочка вкуснейшая, малосольная, с укропчиком, с маслицем. Дальше берется сальца, дальше печеночная колбаска, дальше такая ветчиночка специальная. Ну и так вот для развития еще салатик весенней середисочкой с молодой, с огурчиком, с яичком, с лучком и укропчиком. Ребят, ну все вместе это получается просто бомбическим блюдом. Друзья мои, ну что, на этом наше великолепнейшее, простое, удачное, рецептное видео заканчивается. Хотел бы пожелать вам всем всего-всего самого хорошего. Готовьте для близких своих, готовьте с удовольствием, любите своих близких, пусть любовь управляет вами. И тогда мы всех всегда победим и все будет в гору. Ну и последнее здоровья вам, друзья мои. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому